добрый день наши дорогие садоводы наши дорогие подписчики мы продолжаем садовые работы осенние садовые работы и сейчас наступает такая пора обрезать кусты деревья после листопада поздней осенью и вот сегодня я буду обрезать ремонтантную малину обычная малина у нас уже вся обработана прибрана а ремонтантную малину обрезает после полного плодоношения она плодоносит еще сентябрь месяц и уже перед предполагаемыми заморозками раннюю обрезку делать не нужно так как она может спровоцировать рост вегетативных почек за что мы любим ремонтантная сорта малины за ее двойной урожай она дает две волны урожая то есть она способна плодоносить на побегах текущего года у меня сорт на участке посажен геракл это мощные кусты высокие прямо стоячие побеги им не требуется опора подвязка и ягоды довольно таки крупные но у этих селекционеров уже идет следующий сорт они уже создали сорт дочь геракла по описанием ягоды крупнее еще тему геракла я уже обратила на этот сорт внимание но еще не приобрели не подумки и вот такой такая вот такой вот у меня значит сорт ремонтантной малины она плодоносит как я уже сказала на побегах прошлого года это у вас будет урожай конец июня и июль и на побегах текущего года урожай август сентябрь перед тем как обрезать нужно для себя определиться какой урожай вы хотите получить на следующий год если вы хотите получить урожай июнь июль значит вы оставляете вот эти побеги этого года и на следующий год они у вас дадут урожай именно июнь июль но за что мы любим ремонтантную на в июне и июле мы урожай можем получить с обычной малин а урожай август сентябрь только будет на побегах текущего года то есть что малина нам даст какие побеги на следующий год и в течение сезона будет урожай на этих побегах первым делом я вырежу все те побеги на которых был урожай сентябре их сейчас я уберу покажу что у меня осталось вот их видно сразу вот это значит у нас это были вот нарастали в этом году побеги а это вот был прошлогодний побег он даже на нем ягодки остались соцветия и вот эти вот вот это все от плодоносила у нас сентябре вот эти вот кусты вот они Это все от плодоносила Вот они даже по ним видно Вот они были, ягодки, кисточки остались Вот сейчас все вот это я уберу У меня вот такой хороший сучкорез Простым секатором очень трудно подобраться И трудно срезать такие толстые побеги А вот такой сучкорез, это хорошо длинные ручки у него И подойти можно к любому побегу Особенно хорошо в кустах смородины, в крыжовнике особенно Он колючий, туда лезть в середину куста очень тяжело Правда сейчас есть секаторы тоже ступенчатые Которые как бы ступеньками срезают, если вот побег какой-то толстый Но вот это самое такое вот прямо надежное орудие Так, ну вот придется мне лезть вглубь куста И под самое основание мы все вырезаем Так, ну вот дорогие друзья Все я обрезала Все старые побеги И вот что у меня осталось Все, конечно, я это оставлять не буду Вот я уже сказала, если хотите получить раньше урожай Значит оставляем вот эти Если хотите получить урожай август-сентябрь Полностью все срезаете Все полностью под ноль И это у вас будет урожай на следующий год Июль-август Когда пойдут новые побеги на следующий год На них будет урожай Я делаю комбинированную обрезку Мне почему-то всегда жалко Не то, что вроде хочется еще и чтобы летом было У нас есть хорошая сорта Неремонтантные малины Но всегда оставляй Самые хорошие, крепкие побеги Вот такие вот оставлю вот я Несколько побегов Вот хороший побег Вот хороший побег Слабые вот эти вот все побеги Это я все уберу Все слабые Хорошие, сильные оставлю И они будут не то, что даже я, например, уберу Такие как бы Даже проредится Проредится малинник наш Уберется Много не буду оставлять И вот Ну сейчас покажу, что я оставлю Все уберу Эти вот тоже слабенькие Они тоненькие Вот эти-то какие вот Жирненькие, толстенькие Вот это я оставлю А вот эти вот тоненькие все уберу Ну вот эти вот я решила оставить Немножечко тут с краешку А это все уберу Все уберу Вот что у меня осталось То есть я вот эти побеги оставила Весной я их маленько вот так прищипну Можно сделать это сейчас Но как-то весной все равно проводим санитарную обрезку Все равно проверяем Может какие-то подмороженные верхушечки будут И я всегда делаю весной Если малоснежные зимы и очень такой суровый климат Так она выдерживает вот эта ремонтантная Геракл До минус 30 градусов Мы ее не пригибаем Не закрываем Она у нас уже много лет Она у нас росла раньше в другом месте Пока мы присмотрелись к ней И как она нам понравилась И мы начали ее вот так вот сейчас вдоль забора Мы ее все будем дальше продолжать И если малоснежные зимы и суровый климат Нужно пригнуть И пригнуть это надо прямо сейчас пораньше Потому что с каждым морозом Хрупкость стебельков становится все больше Вам просто их не получится потом пригнуть Они будут очень хрупкие, будут ломаться И если пригибаете, то пригибать надо именно их сейчас Но мы ничего с ними не делаем Вот так вот она у меня останется на зиму Весной я ей подрежу макушки Во-первых, она даст боковые побеги На которых будут ягоды И вот на этих побегах у меня будут ягоды Конец июня и июль Первая волна урожая А побеги, которые пойдут в текущем году На следующий год это получаться Там будут у меня ягоды Август-сентябрь Но ремонтантная малина Раз нам дает двойной урожай И уход за ней тоже должен быть двойной Вот эти побеги, когда отплодоносят в июле месяце Их нужно убрать Все они ягоды отдали Все с них мы уже получили Пользы от них уже никакой не будет А влагу и питание из земли Они будут забирать у тех побегов Которые будут расти у нас однолетние побеги И чтобы они этого не делали Отплодоносили и их долой убрали И опять подкормить И уже ждем урожая от однолетних побегов Вот такая она ремонтантная малина У кого если нет еще такого сорта Я советую посадить Очень хорошо полакомиться малинкой Еще и в сентябре месяце У нас покажу вам Какие будут саженцы весной Я вот в этом году показывала только Какие мы покупали здесь садили Фирмы Поиск Очень хорошая агрофирма Она выращивает саженцы И в таких удобных коробочках Вот если вы как видели Может в магазинах розы в коробочках продаются Вот в таких же коробочках у них все саженцы Очень удобно и в пересылке И в транспортировке в какой-то И хранить Покупаем мы где-то март Храним до мая Они у меня в холодильнике Эти коробочки лежат Хорошо сохраняются И я доверяю этой фирме Поиск И как бы вот все что у нас есть У нас большинство все оттуда И эта малина тоже оттуда же Я вам буду показывать что у нас будет Это уже весной Сейчас я немножко старые листья Эти все Почищу маленечек Так у нас получится Немножко пропалю Приведу его в порядок Удобрение ому осеннее Раскидаю И немножечко Заделаю в почву Раскидаю сейчас сейчас я на этот свой мыленик высыплю два ведра перегной вот так мы обрезаем ремонтантные сорта малины а на этом я хочу с вами попрощаться спасибо что вы нас смотрите спасибо что подписываетесь на наш канал всего вам доброго пока пока